В прямом эфире на канале ТВ5 новости в студии Гарри Белышев. Здравствуйте. Курс вернется к отметке 20-22 гривны за доллар после получения кредита МВФ. Об этом заявила председатель нацбанка Валерия Гонтарева. По ее словам, курс с отметкой 25-34 гривны вызван паникой и не имеет под собой экономического основания. В то же время курс на отметке 20-22 гривны обусловлен макроэкономическими показателями. Тем временем на межбанке сегодня доллар продают по 27 гривен и 50 копеек. Глава области Валентин Резниченко задекларировал свои доходы. За прошедший год политик заработал почти 6 миллионов гривен. Помимо этого Валентин Резниченко владеет пятью автомобилями, квартирой площадью 255 квадратных метров, а на банковских счетах чиновника 24,5 миллиона гривен. Декларацию о доходах Валентина Резниченко разместили на сайте облгосадминистрации. Правда, сейчас ее удалили. В пресс-службе обещают вернуть. Поддержать надежду. Запорожцы присоединились к всемирной акции в поддержку Надежды Савченко, которая прошла 1 марта. Выразить свою солидарность с украинской летчицей вышли и наши журналисты. Всемирная акция в поддержку пленной украинской летчицы Надежды Савченко стартовала в день открытия сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. К ней присоединились и несколько десятков запорожцев. Сегодня, по-моему, любой, кто здравомыслящий, поддержку Наде Савченко, которая, я не знаю, она взяла на себя такую миссию. Это наша, ну, я не знаю, Жанна Дарк, я бы так ее назвала. И Москва, и Ленинград, многие города России и Украины тем более, сегодня пришли, чтобы ее поддержать. Я думаю, ей это скажут, до нее это дойдет. Дай Бог здоровья. Пришли помолиться за ее здоровье. Надежда голодает уже 79 дней. Состояние ее здоровья приближается к критическому, а убедительных доказательств ее вины так и нет. Как и все люди, сведомые люди, очень переживают за судьбу и за жизнь нашей героини теперь, всеукраинской, всенародной, международной героини, нашей землячки Надежды Савченко. Очень хочется, чтобы она была дома. Очень хочется, чтобы ее освободили. И поэтому всем это то, что мало, что я могу сделать, это прийти на митинг в городе Запорожье и заявить это громко. Надюша, это не просто женщина, не просто летчица. Это часть нашей Украины. Это лидер украинский. Это душа украинская. И победа Надьи, это наша будет победа. А она обовязково переможет. И Украина переможет. Трямайся, Надю. Мы с тобой. В Запорожье инициатором митинга выступила организация «Евромолодь». Заодно приурочили его и памяти Бориса Немцова. А во второй событии, которое немножко содрогнуло нас, это убийство Немцова. Наверное, единственный человек, который открыто заявлял, что Россия – это империя зла, это никак не демократическая страна. Единственный, один из самых активных оппозиционеров. И такого человека, который, в принципе, поддерживал вектор развития правильный, нужно было поддержать и в Украине. В память о российском оппозиционере участники митинга возложили цветы к мемориалу героям Небесной сотни. Планируют еще раз собраться здесь же, в день похорон Бориса Немцова. Елена Назаренко, Эдгар Копытов, ТВ5. Пора домой. Демобилизация украинских военных пройдет с 18 марта по 1 мая этого года. В этот период из рядов вооруженных сил и других подразделений уволят запас призывников первой волны мобилизации. Вместе с тем, заместитель военного комиссара Запорожской области Михаил Логвинов говорит, многие заявили желание продолжить службу. Война на Донбассе трагедия мирного населения в зоне боевых действий. Эти события освещают не только украинские корреспонденты. В зоне АТО работают и десятки журналистов, ведущих мировых СМИ. Так, за выводом украинских войск наблюдают представители сразу нескольких иностранных изданий. Некоторые из них поделились с нашими журналистами своими впечатлениями о происходящем на востоке Украины. Сегодня это было очень интересно видеть, как украинские танки отводят от фронта. Я надеюсь, что минские соглашения будут по полной ниц. Но я тоже говорил с людами тут. И многие люди не знают, будет ДНРовцы, ЛНРовцы по полной ниц это соглашение. Может быть, тоже будет еще раз нападение на Атиамовск. И мы все видим, что тоже было нападение на Мариуполь. Поэтому никто не знает, что будет. Наш корреспондент Евгения Мельник побывала в зоне АТО и пообщалась с бойцами Запорожской 55-й артбригады. О том, как проходит отвод тяжелого вооружения, смотрите сегодня в итоговом выпуске новостей. А тем временем Петр Порошенко вел в действие решение СНБО о миротворцах. Президент обратится от имени Украины в ООН и ЕС с просьбой о направлении в Украину миротворческого контингента. Сегодня Петр Порошенко подписал соответствующий указ, которым вел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля. Просто кончилась зима. Бердянские любители экстрима закрыли зимний сезон массовым заплывом в Азовское море. Один из начинателей этой традиции – Александр Плешков. Морж с 25-летним стажем. С ним пообщался и наш собственный корреспондент Игорь Стрельцов. Александр Плешков увлекся зимним купанием после того, как четверть века назад двое его друзей оказались зимой в тонущей лодке. Выжить им удалось чудом. Их спас экипаж рыболовного судна. Уже не помню, а те подплыли, а они смёрзли с свитерами. Уже лодка тонула, они стояли на стекле. Как поднять их? Давайте ножом разрезать свитера. Ну там эпопея целая. Я после этого почему стал купаться, думал, что человек испытывает, когда ты 15 километров от берега. С тех пор зима у Александра самое любимое время для купания. Я люблю, когда снег, метель. Вот такой экстрим. А такая погода сырую терпеть не могу. Могу месяц не купаться там. Ну не нравится, не хочу. А вот когда недавно, месяц назад, когда мелок, сугробы такие, там он до обеда, правда, снег пошёл. Я всё бросил, жену сразу в море. В свои 58 лет Александр Плешков полон сил и энергии. К экстремальному спорту приобщил и сына. Вместе с другими членами клуба любителей зимнего плавания считает, это лучший способ позаботиться о своём здоровье. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, ТВ5. Необычный квартет Запорожья. Инструментальная музыка всегда занимала особое место в сердцах людей. Она утешает, поддерживает и вдохновляет. Запорожье посетил один из оригинальных в своём роде квартетов Perfect Arts. Подробнее смотрите в сюжете Анастасии Грицай. Инструментальный квартет Запорожья впервые. Харьковские музыканты – квартет необычный. В нём играют только на кларнетах. У меня мама сама пианистка. Она изначально думала меня отдать на фортепиано, естественно, но потом решила сделать такой выбор. Выбор был не мой, естественно. Не остановило ребят и то, что музыка исключительно для кларнетов малопопулярна среди композиторов Украины. Состав очень новый для украинской публики. И мало кто из зарубежных композиторов и украинских композиторов писал для такого состава. Потому мы в основном играем переложения известных европейских авторов. В этом году квартету исполняется всего три года. Собрал музыкантов известный украинский музыкант-клорнетист Валерий Алтухов. Музыканты исполняют произведения мировой классики в специальном переложении для кларнета румынского автора Иоанна Добринеско. Произведения, которые будут звучать, это «Пергюнд», «Грига» и такие же очень популярные «Утро» в пещере Горного Короля. То есть это популярная классическая музыка. Это далеко не полный список тех произведений, которые исполняют музыканты. В время выступления также звучал «Рассини», «Сивильский цирюльник», «Гершин», «Голубая рапсодия» и многие другие. Квартет молодых украинских музыкантов не слишком известен широкой публике. Однако их творчество, несомненно, заслуживает пристального внимания. Времена меняются, но инструментальная музыка остается вечной. Анастасия Грица и Дмитрий Сахнов, ТВ5 Лук и два десятка 3D-мишеней. Лучники из нескольких областей Украины съехали из Запорожья. Соревновались как новички, так и профессионалы. Тонкости мастерства современных рубингудов пытались постичь и наши корреспонденты. Это и охота, и зверей убивать не надо. В Запорожье стартовал сезон охоты из лука. Правда, целятся охотники не по живым мишеням, а по вот таким 3D-макетам. В турнире открытия сезона соревнуются более трех десятков лучников из нескольких областей Украины. Среди участников как новички, так и профессионалы. Валерий Зламинога впервые стрелял из лука на рыцарском турнире. Занятие пришлось по душе, и он начал тренироваться профессионально. С тех пор сменил уже третий лук. Сейчас показывает последнее приобретение. Это охотничий блочный лук. Название идет от вот этих деталей, которые называются блоками. Они позволяют разгонять стрелу до достаточно высоких скоростей, что позволяет охотиться даже на крупную дичь. На лося, на медведя. Это прицел. Это вторая часть прицела. При натяжении лука две точки соприкасаются. Внутри видно светящиеся точки. Точки подбираются под расстояние до цели. Это стабилизатор для того, чтобы убрать вибрацию после выстрела, чтобы рука не так сильно напрягалась. Каждый из участников турнира выбрал оружие себе по душе. Для Инны лук сделал муж, а она сама украсила его росписью. Публикаюсь славянской мифологией и вообще славянством. Здесь нарисованы у меня руны определенные. Точно так же у меня и на стрелах тоже определенные руны написаны, которые помогают стрелять в правильном направлении. На колчане у меня тоже определенные символы славянские. Коловрат и это знак расы. Тоже все славянское. А самая младшая лучница Маша Прокопчук только начинает заниматься стрельбой. Сюда пришла с учебным луком. К спорту девочку приобщил папа. Он первый раз пошел там, пострелял. Узнался, сколько лет. Потом меня взял. Мне понравилось. Но еще у меня с глазами проблемы. Нам делаем разминки. И оно помогает мне. Оружие тут у всех разное, а вот задание одинаковое. Обойти зачетный круг и попасть в два десятка 3D-мишеней, которые имитируют дичь. Точность попадания оценивают судьи. Запорожье, можно сказать, уже центр лучного спорта. Более он, конечно, в традиции развит. Но в целом мы уже тут можем соревнования проводить хоть через неделю. У нас только запорожских лучников может собираться порядка 40-50 человек. Этим, в принципе, даже Днепропетровск не может похвалиться. В городе развитием лучного спорта занимаются три клуба. В ближайшее время может появиться еще одна секция. Валерий Зламинога заразил своим увлечением коллег-огнеупорщиков. На Запорожье-огнеупоре сейчас достаточно пользуется популярностью все виды спорта от футбола. И вот сейчас мы привнесли уже лучную стрельбу. Стрельбу из лука. Желающих есть. Человек 34. Человек активно занимается этим видом спорта. Сейчас мы проводим согласование территории под стрельбище, поскольку есть меры безопасности, которые мы должны соблюдать. И тир. Нам выделено помещение подвальное под тир. Мы его приводим в порядок, чтобы он был чистым, аккуратным. Возможно, на следующем турнире огнеупорщики выступят уже целой командой. Впереди у запорожских лучников еще три этапа соревнований на открытой местности. Елена Назаренко, Дмитрий Сахно, ТВ5. Это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, все актуальные новости Запорожьей области вы всегда можете найти на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите. Главред. Это tv5.zp.ua. Студия работала Игорь Белышев. Увидимся в 16.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин